Мы тут встречаем немало, немного немало, я так понимаю, это администратор телеграм-канала протестный МГУ, который недавно давали ему сутки административного ареста. Я запамятил, сколько? Я помню, два раза пытался. Да, два постановления суммарно 17 суток. Я отсидел, привет свободным людям Воронежа. Хочу сказать, вообще случайно здесь оказался, на самом деле, сейчас вот у вас в Гайдпарке. А можно на фоне надписи? Вот, потому что проходил просто мимо, приехал на пару дней к друзьям погулять, посмотреть город, ну и нужно было так встретиться. И вот сейчас проходили мимо, хотели зайти в пиццу. Я, честно говоря, даже не знал, ну, поскольку я первый раз в Воронеже, я не знал, где обычно тут собираются люди, хотя видел фотографии с Гайдпарка, вот, от памятника Никитина, но где именно расположен, не знал. Вот, зашел в гости посмотреть. На самом деле, конечно, ну, гражданского активиста, наверное, активизм и протест нигде не оставят. Куда бы ты ни приезжал, все равно увидишь здесь знакомые вещи. Человек стоит в пикете, естественно, невозможно не заметить, не пройти мимо. Скажите, за что тебе сутки давали? Сутки мне давали как раз-таки за одиночные пикеты, даже если быть точнее, за попытку проведения одиночных пикетов. Ну, нужно понимать, что... Попытка это как? Ну, это так, что я вышел из метро Лубянка, выход номер 2 к зданию ФСБ, по адресу Большая Лубянка, дом 2, прошел 30 секунд по площади и после этого был задержан без объяснений сотрудниками 2-го оперативного полка. Они меня оттащили в автозак, отвезли в отдел, там составили обязательство о явке по части 8 статьи 20.2, повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Это было в марте. Это за что выходило? Ну, пытался выходить. Это были пикеты за политических заключенных, за свободу политическим заключенным по делу Сети и Нового Величия. Это было 14 марта, вот. И постановление суд вынес только в августе. То есть, протокол составлен, отложен, в мое отсутствие. И в августе я был задержан 1-го августа, а 3-го августа прошел суд, и мне постановил суд 13 суток. То есть, они у тебя вытащили, изъяли плакат, да? У меня не было плаката, у меня не было ничего. Я приехал на Лубянку, посмотри, как это происходит, так же, как я к вам сейчас пришел. Я приехал на Лубянку, я знал, что там должна проходить серия одиночных пикетов. То есть, один человек стоит с плакатом, потом там приходит другой, когда первый... Ну, как суд это объяснил, что человек просто проходил, а его привлекли за пикет. Ну, никак, да. Нет оснований не доверять сотрудникам полиции, в рапортах которых написано, что гражданин участвовал в массовом публичном мероприятии, выкрикивал лозунги, демонстрировал средства наглядной агитации и так далее. Как это обычно работает? Я не знаю. Но вот я смотрю, что у вас, на самом деле, немножко по-другому. То есть, атмосфера, ну, я понимаю, что Гайдпарк, но все равно атмосфера такая спокойная. Я не вижу здесь ни одного эшника, я подозреваю, что, может быть, тут есть пара... Пара человек. Вот там какой-то мужчина с камерой ходит в стороне. Вот этот, видите, вон того мужчина. Да, да, да. Ну, вот я на него подумал. Вот, но даже если... Они есть, их тут где-то 5-6 человек, но никого не винтят. Да, даже с никого нет, по крайней мере, нет ни одного автозака рядом. Вот, мне даже как-то немножко неловко, что проходят пикеты, рядом нет автозака. Как такое может происходить? Более-молее. Ну, то есть, приятно, что здесь на активистов давят чуть поменьше, по крайней мере, проводить пикеты и высказывать вот так публичное мнение. Не, ну, суды и штрафы у нас проходят регулярно. Да, судебной системы у нас в России, в принципе, нет. Она сейчас действует, как некоторый предаток исполнительной власти, потому что суд штампует то решение, которое было продиктовано ему сверху. Ну, в общем-то, не разбираясь в материалах дела, несмотря по существу вообще, что там происходит. Если уж по уголовным делам у нас выносится, какие решения, мы все видели приговор фигурантам дела сети, совершенно страшный. Приговор фигурантам дела нового величия, совсем недавно был, который я как раз пропустил в спецприемнике. То уж по административным делам, но тем более, там все рассматривается настолько быстро, что суд и не пытается вникнуть. Ну, по крайней мере, никаких превентивных задержаний, я так понимаю, у вас здесь нет. У нас полиция, знаете как, она даже пытается не задерживать на самом митинге, чтобы не привлекать внимание. Потом человека вызывают, составляют протокол. Человек 10 уже у нас оштрафовали, на самом деле, в Воронеже. А второй арест за что пытались? Второй арест также за попытку проведения одиночного пикета, как бы это ни было смешно, и тоже в марте. 22 марта около здания МВД на Житные улице проходили пикеты против полицейского насилия и произвола. Тогда была очень немногочисленная акция, ну вот мы примерно вот как сейчас здесь. И там был задержан всего один человек с плакатом, самый первый, который ее организовал и анонсировал. Я прошел где-то минут через 15, вот так же встал перед камерами, дал некоторый там короткий комментарий по поводу того, почему вообще люди сегодня собрались в этом месте. Ко мне подошли несколько сотрудников полиции и попросили предъявить паспорт. Спросил у них основания для этого дела. Они мне основания не предъявили и задержали для установления личности, для проверки документов в ВВД. Все через несколько часов отпустили, и оказалось, что задним числом как-то опять же без меня был составлен протокол, о котором я вообще ничего не знал. Составлен он был спустя несколько месяцев после моего задержания. И когда предпоследний день моего срока, 13-е сутки, меня отвезли в суд и добавили еще 10. Но это решение Мосгорсуд отменил, поскольку действительно там протокол был составлен с грубым процессуальным нарушением, я его не видел и не знал о его существовании. Сумбарно 17 суток я отсидел, то есть второй срок просто срока, он был отменен на 4-й суток. Ну и как сидеть? На самом деле не так страшно, как может показаться, то есть я ожидал худшего. Потому что я, как и, ну может быть, достаточно многие активисты, там, в том числе, те, кто смотрят, бывал в отделе полиции и знаю, что этот опыт крайне неприятный. То есть, ну, сотрудники полиции ведут себя достаточно грубо, при задержании там никто не представляется, применяют физическую силу, когда там отпустят, непонятно, ничего не говорят, сидите, ждите. И вот это вот вечное ожидание непонятно чего. А уж те, кто оставался на ночь в отделе полиции до суда, тем более знают, какие-то тяжелые условия, что вас там закрывают в маленькую камеру вообще без каких-либо удобств, без возможности поездить, без возможности сходить в туалет. Вот спецприемники – это не так. Там условия лучше, там вы можете приносить еду в передачках, могут принести друзья, родственники. Там в камере есть туалет, что может быть не очень гигиенично, иногда он будет не очень чистый, но, опять же, зато это, ну, некоторые все-таки минимальные удобства. Там будут кровати, ну, койки, опять же, достаточно жесткие с матрасами, но это лучше, чем быть в отделе. То есть это, ну, я бы описал это как некоторый такой, вы знаете, дешевый советский санаторий, вот, закрытого типа, из которого нельзя выйти с окнами на решетку. Но, в принципе, и сами сотрудники там ведут себя более вежливо, более культурно, чем в отделах полиции. И условия там все-таки получше. То есть жить там можно. Единственное, и самое очень главное для меня лично была проблема, то, что там очень скучно, потому что, естественно, не хватает общения. Телефон там дают на 15 минут в сутки, для того, чтобы созвониться с родственниками. Ну, то есть там, ну, можно лежать, читать книжки, разгадывать, там, кроссворды. А книжки любые можно, да? На русском языке, насколько я знаю, практически любую литературу передают, ну, в которую не входит список сопрещенной. То есть, в принципе, да, книжки там какого-то политического характера обычно передают. А кормят чем? Кормят невкусно, но достаточно много, с голоду там никто не умрет. Во-первых, разрешены передачки до 30 килограмм за время срока, и друзья могут принести там, что нужно вам кормят. Ну, обычная еда из столовой, такая самая дешевая. То есть на завтрак это какая-нибудь каша, там, рисовая, обжженная, овсяная. На обед это хоть водянистый суп, там, рыбная котлета, макароны, рис. На ужин это как второе на обед. Рыбная котлета, да, ну, рыбная котлета – это вообще знаменитый такой мем, да, это то, что дают в разных учреждениях, в больницах, в спецприемниках, когда это неизменная рыбная котлета, но иногда будет какое-то мясо. Ну, невкусно, откровенно говоря, невкусно, но как бы, ну, съедобно. Если больше ничего нет, на этом можно. А кто там вместе с тобой сидел? Разные люди бывают, чаще всего туда попадают по двум статьям. Это вождение без прав и мелкое хулиганство. Ну, под мелким хулиганством подразумевается, как правило, была какая-нибудь пьяная драка, или не драка, а просто там втасовка, ссора, которая привлекла внимание сотрудников полиции. Иногда бывает статья 19.3, неисполнение законного требования сотрудников полиции. Ну, все остальное реже, наверное, да. Чаще всего это вот нарушение ПДД, то есть это какие-то таксисты, которые попались там без лицензии, это люди, которые просто ехали без прав. Ну, они адекватно все ведут. В нетрезвом виде. Да, как правило, люди все адекватные. То есть, опять же, тут не нужно бояться, что там начнется какая-то тюремная культура, что там будет какая-то смотрящая по хате и вот эти вот все вещи. Этого там нет. Ну, просто люди живут... Ну, понятно, что это некоторый, может быть, немножко непривычный для вас контингент общения, но люди, с которыми можно найти общий язык, с которыми, в принципе, нет никаких проблем контактировать. Ну, там, за все время своего срока я встретил там одного блатного, который там много раз сидел, у него были определенные там слова в речи и так далее. Ну, иногда они туда попадают. Он сидел за нарушение административного надзора, который после отсидки дается. Ну, с ним были какие-то проблемы? Нет, тоже никаких проблем не было. В принципе, нормально. Все люди договороспособные, все относятся к друг другу достаточно там с пониманием, с каким-то в духе товарищества. Никаких конфликтов, в принципе, я не видел там ни разу. Ни я сам в них не вступал, ни наблюдал никаких конфликтов. Слушай, а насколько я помню, ты в бессрочном участвовал, да? Да, и сейчас, в общем, продолжаю оставаться стараться. Ну, спросите, какая там деятельность ведется у вас в Москве сейчас политическая? Это можно посмотреть, как на YouTube-канале «Бессрочный протест». В телеграме «Бессрочный протест. Москва», в общем, там информация о наших акциях, о мероприятиях. Мы активно участвуем в одиночных пикетах, несмотря на то, что последние полгода это стало делать в Москве тяжело. Сейчас серия одиночных пикетов пытаются прерывать под различными предлогами. Проводим какие-то творческие акции, участвуем в массовых мероприятиях, в том числе там вот были мероприятия в поддержку жителей Хабаровского края. 1 и 15 июля были мероприятия на Пушкинской площади против поправок в Конституцию, так называемых, тоже принятых, правда. Ну и так далее. В общем, деятельность идет постоянная. Понятно, что людей, наверное, меньше, чем хотелось бы видеть. Ну, вот эта эпидемия сильно повлияла на политическую деятельность. Да, понятно, что был, естественно, спад активности и, в общем, ну, такой естественный спад. Понятно, что там в марте-апреле-майе, когда был наибольший разгар эпидемии, естественно, люди оставались дома. Я и сам находился больше двух месяцев на, так называемой, самоизоляции. То есть в центре Москвы я не был ровно два месяца. Я помню эти даты, это с 26 марта по 26 мая 2020 года. 26 мая мне пришлось прервать период своей самоизоляции, потому что несколько моих друзей были задержаны в центре Москвы. Это была принудительная самоизоляция? Нет, ну, как принудительная. У нас была система цифровых пропусков, может быть, о ней слышали. А, да, да, я помню. Которая позволяла два раза в неделю... То есть москвичи все сидели под домашним арестом, правильно? Ну, грубо говоря, можно, можно так выразиться. Наверное, это, конечно, это не совсем домашний арест. Это некоторое, наверное, обесценивание опыта тех, кто сидит под настоящим домашним арестом, потому что это совсем другие условия. Ну, да, с цифровыми пропусками были определенные сложности. Их там нужно было предъявлять, допустим, при посадке в такси. Их могли проверить на центральных пересадочных станциях метро. Нет, как тоже. Нет, как-то. Ну, все это закончилось. Где-то в начале июня точное число я не помню. Сейчас цифровых пропусков сейчас никаких нет. Но активность все равно спала. Связано это не только с непосредственно карантинными мерами, но и с тем, что у нас под шумок во время начала вот этих карантинных мер решили начать давить на одиночные пикеты. Может быть, вы видели в соцсетях на каналах ОВД-Инфо хэштег «На пикет запрета нет». Он появился не просто так, появился именно из-за давления на одиночные пикеты. Насколько я знаю, не только в Москве это происходит. У нас тоже за них, за все одиночные пикеты у нас штрафуют. Ну вот, а штрафуют как? Как они это обосновывают? Указ губернатора. Ну вот, ну то есть штрафуют не по статье 20.2, а штрафуют... 20.2. А, по 20.2. Это незаконно, на мой взгляд? Это, естественно, незаконно. Но вот у нас это происходит как-то по-разному. Либо если просто находится рядом с пикетирующим еще кто-нибудь, кто, допустим, тоже собирается его сменить, принять участие, то они могут написать, что это скрытая форма публичного массового мероприятия, то есть там они были объединены одним замыслом, там что-то такое. Вот один человек стоит с плакатом, а, допустим, там рядом его друг стоит без плаката. Вот их могут двоих задержать и сказать, что «ну ты ж тоже хотел встать, значит, у вас массовое мероприятие». А если вы человек один с плакатом? 20.6.1. Статья о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Публичные мероприятия запрещены на территории города Москвы указом Собянина. Сколько штрафов? По 20.6.1, я могу соврать. Ну, примерно, порядок тот же, что по 22. По-моему, там от 10 до 30 тысяч или что-то такое. Секунду, сейчас я видео-то не запущу. Ну, такой вопрос. А сколько в Москве участвует вообще людей в протесте по своим оценкам? Ну, вот я не имею в виду, выходит на митинги, а вот там твоя тусовка, бессрочка, продолжение. Сколько вообще активов у вас? Ну, достаточно сложно оценить, потому что, естественно, вот этот вот весь активистский движ, он сильно децентрализован. То есть люди объединяются в какие-то разные такие небольшие группы, там по интересам, по каким-то идеологическим предпочтениям, по приоритетам своей гражданской активности. То есть у нас есть много различных активистских групп. Ну, во-первых, в каждом районе есть своя активистская группа, поскольку у нас постоянно идут какие-то строительные процессы, которые, как правило, начинаются без одобрения и без вообще такого-либо вопроса к местным жителям. У нас протестуют очень много на стройках против строительства, допустим, юго-восточной хорды. Вот один из таких самых известных кейсов, которые собираются, не собираются, уже начали у нас копать, к сожалению, начали, через могильник радиоактивных отходов. И это потенциально опасная вещь. Но менее известных, менее громких, есть очень много протестов социальных по поводу точной застройки, потому что во дворе у кого-нибудь начинают строить небоскреб. Хотя изначально планировали построить детский сад. Ну, в принципе, понятно. А по политическим взглядам у вас сильно есть какие-то политические фанатики? Или политические нейтральные люди? Фанатики? Фанатики в каком смысле этого слова? Ну, они бегают там за СССР, что-нибудь такое. Фанатики есть разные. Есть просто люди, которые этим занимаются профессионально за деньги. Я бы не хотелось их сейчас в эфире рекламировать, но я думаю, все их много раз видели. Это провокаторы, которые приходят на там серии. Я имею в виду вашу кусок. С политической точки зрения она что из себя представляет? Либералы, коммунисты? У нас, что-то все-таки люди разные. Они высказывают разные точки зрения, разные мнения. Так что как и здесь я, в общем, это вижу. Кто-то придерживается каких-то взглядов социалистических, кто-то капиталистических. Вот сейчас передо мной молодой человек рассказывал про христианский активизм. То есть сколько активистов, сколько людей, столько и разных мнений, будет возникать разных позиций. Мы стараемся находить общий язык друг с другом. То есть проблемы у вас на этой почве не возникают? Ну, какие-то одиночные могут возникать разногласия, конфликты, но мы стараемся их решать не только. Потому что понятно, что у всех так или иначе одна цель объединение гражданского общества, построение свободное независимое государство, реформирование правоохранительной системы, судебной системы, изменяемость власти, в конце концов. И поэтому те идеологические разногласия, которые между нами возникают, цивилизованные люди, я считаю, смогут решить, когда у нас будет свободный парламент, место для дискуссии, не будет представлено на три четверти одной партии Единой России, это будет сделать лучше. Как к Владимиру Путину относится? Так же, как и все здесь присутствующие, естественно, резко отрицательные. Человек, который узоркировал власть, 20 лет ее удерживает, и, в общем-то, все его действия, по большей части, направлены и основной своей целью являют продолжение удержания власти. К чему это может привести? Мы сейчас видим на примере соседней республики, в Беларуси, происходили страшные события, которые я тоже пропустил, все благополучные спецприемники. Но с 9 по 12 августа нам были задержаны около 7 тысяч человек, сотни из которых были жестоко избиты, покалечены, изнасилованы. И сейчас десятки, насколько я знаю, до сих пор очистятся пропавшими без вести. Это, конечно, сибиро-баруски как относится? Поддерживаю шпургавчан? Поддерживаю. Как думаешь, фургал преступник вне стоящих, да? Ну, вот это сложный вопрос, потому что, конечно, чем занимался фургал 16-17 лет назад, сейчас говорить тяжело. Я, скажем так, не настолько знаком с суббиографией, я не знаком лично ни с ним, ни с его друзьями, поэтому преступник он или нет, я не могу дать ответа на этот вопрос. Но проблема в том, что... Нет, сроки давности не прошли, по 105-й статье, там, с отягчающими, она без срока в тяжести давности, поскольку она предполагает до пожизненного лишения свободы. Но проблема заключается в том, что и следствие, и суд на данный момент, в общем-то, так же, как и мы с вами, не может сказать, преступник он или нет. То есть обвинения, которые предъявляются фургалу, выглядят голословно. Поскольку не предъявлено никаких доказательств, процесс по его делу не выглядит открытым, не выглядит гласным, а выглядит так, что губернатор, которого действительно любил народ Хабаровского края, опять же, я сам жителем Хабаровского края не являюсь, но можно видеть, что у фургалу были высокие рейтинги, что его там считают таким своего рода народным губернатором, и что это их выбор. Это человек, за которого они проголосовали в каком-то смысле протестным голосованием против губернатора от Единой России. И спустя два года, да, до этого, нужно еще сказать, что до этого фургал очень долгое время был в политике, и ни у кого не возникало к нему. Во-первых, он к нему, к нему, к нему, к нему. Если он популярен у людей, то почему-то вспомнили про его старые дела. Вот это у людей, естественно, вызывает вопросы, это у людей, естественно, вызывает негодование. Они требуют открытого суда, они требуют понятного процесса. Если фургал виновен, предъявите в чем? Судите его у нас в Хабаровске. Вот что они говорят. А как думаешь, что служило инициатором вот этого преследования репрессии в отношении него? Естественно, репрессия политическая. Нет, а что послужило причиной? Зачем Кремлю понадобилось его арестовывать? Потому что рейтинг федеральной власти в регионах год от года падает, а рейтинг региональной власти, особенно в случае, если губернатор своему народу нравится, как это было в Хабаровском крае, растет. И тенденция потенциально опасна для Кремля, когда решение губернатора становится приоритетнее, чем решение президента. У нас всегда вертикаль выстраивалась таким образом, что бояре плохие, а царь хороший. И если у вас происходят какие-то проблемы, то это проблемы на местах. И все, что у вас там, если воруют или что-то еще, это из-за того, что Путин не доглядел. Но когда Путин придет, он все исправит. И вот после... Я думаю, что это некоторый такой отложенный отголосок реакции на пенсионную реформу. Сама по себе она прошла достаточно тихо и не вызвала массовых протестов в регионах. Но его рейтинг после этого начал катастрофически падать. А после выборов президента в марте 2018 года падение продолжилось и, может быть, даже ускорилось. Да, вот, и все, но реформа была после реформы. Да, да, да. Можно тоже вопрос задавать? После выборов началось падение, после реформы ускорилось. Вот, я уже... Можно вопрос задавать? Сговариваю. Да, и вот, и поэтому просто, я думаю, что это связано с тем, чтобы, ну, не было, грубо говоря, слишком популярных губернаторов, которые могут представить потенциально какое-то оптимативное мнение. Вот у нас в России есть два успешных региональных опыта. Это Шиес, потому что он затрагивает не только Архангельскую область, но, я так понимаю, Коми, потому что Саптавкар это как раз Коми. И Хабаровск. И, ну, немножко, как бы, отрицательные опыты Москвы и Санкт-Петербурга, потому что там все акции, но они жестоко подавляются. И, честно говоря, какого-то даже нет такой критической массы, которая может собраться в Москве, то есть, если даже соберется миллион, ее разгонят. То есть, силу не хватит разогнать миллион, силу не хватит разогнать два миллиона. Вот, получается, надо идти в регионы. В регионах сейчас, вот, я слежу внимательно за вот этой ситуацией с Хабаровска, у нас начинало, буквально было, ряд телеграм-каналов, в том числе и ваш. Как-то у вас, по-моему, зеленая, как это называется? Зеленая лента. Зеленая лента, а они уже там с других телеграм-каналов. И там идет перечень городов. Но этот перечень городов, в которых проходят акции солидарности, он появляется в пятницу после обеда. Даты не бьются, места не бьются, и нет координат. Если с понедельника начать вызванивать эти регионы, там, искать, то есть, я вот эту информацию собираю, я не могу ее объединить. Потому что сейчас должна быть перспектива за Воронежем, Тамбовом, Липецком, Архангельском, Екатеринбургом, Новосибирском. Вот, хотя бы в плане электронной, то есть, вы совершаете героические поступки. Но они не переходят в качество. Это количество, которое не переходит в качество. Я понимаю, что Путин сделал железобетонную оборону Москвы, Санкт-Петербурга. Но не пробиться там. Надо идти другими путями. Другие пути. Вот нас, вот видите, вот они стоят, там, эти полицейские, уже разошлись. За плакат у нас дрючат, и то вот он нашего Воробьевского не трогает. Но мы вот здесь собираемся так. Я думаю, если бы собрались так в Москве, надо бы всех арестовали. А в Хабаровске ходят люди. Но они ходят в 50-й день. В 50-й день. И помочь им надо, это скоординировать деятельность Комсомольска-Наамури, Южно-Сахалинска, Владивосток, Читы. Это никто не делает. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы сказали еще про положительный опыт регионов. Здесь, наверное, нужно упомянуть Машкортостан. Да, Машкортостан, да, забыл. Сейчас экологический протест. И Слизовск, Екатеринбург тоже отбился от этого самого. Это получилась, в общем, похожая, наверное, история на шиес. Но быстрее удалось добиться победы, по крайней мере, промежуточной победы. Это тоже приятно. В Москве на самом деле тоже были победы. Или, по крайней мере, какие-то моменты, когда власть ушла на уступки, их нельзя забывать. Это, например, дело Ивана Голунова. Все хорошо помнят в прошлом году, когда его смогли отстоять. Я имею в виду противостояние народа. Вот шиеси, они стояли, не пускали технику. В Хабаровске люди каждый день выходят на митинг. И, в принципе, хоть их арестовывают, но арестовывают непоголовно и с избиениями. Я имею в виду, как бы, вот такая активная вот эта фаза. И сейчас просто идет угасание. Я смотрю, то есть вот сегодня в Красноярске, это огромный город, вышел один человек на акцию. И когда его там блогеры все пришли, он вышел с флагом, с майкой. Его спрашивают, что случилось? Он говорит, нас забили вот этими штрафами, арестами. Угасание уличной активности, нужно тоже понимать, что это процесс некоторый такой неизбежный, если она не переходит в другую. Потому что люди выходят на митинги массово, там в один раз, в второй раз, в третий раз. Но не каждый человек готов стать гражданским активистом, далеко не каждый. Мы с вами прекрасно понимаем, что это достаточно большая такая работа, которая требует большое положение времени, которая сопряжена с определенными рисками, которая связана со штрафами, с арестами. Я слышу, что вас перебиваю. Вот смотрите, вот у нас с Александром, мы еще с рядом людей, есть группа. В этой группе 36 тысяч подписчиков. Там есть опрос про Хабаровск. Вы хотите помочь Хабаровску? Люди говорят, хотим. Я написал, вы участвуете в этих акциях? Там 79 человек сказали, мы участвуем в этих акциях. Второй момент. Наши города ходят, мы пока не участвуем, мы посоединимся. 200 человек написали. А еще написало 500 человек, типа, у нас в городе нет, мы хотим организовать, но не знаем как. Вот понимаете? А все, что им надо, это вот взять эти 500 человек оттуда, они там проголосовали, и состыковать их друг с другом. Но все смотрят на Москву, вы понимаете? Даже ваши телеграм-каналы дают информацию, ну как можно дать мне в 7 часов вечера, в пятницу, и из каких-либо ссылок, а люди потом пишут оттуда, мы приходили, никого не было. Или у нас другое время. Другое время. Ну хорошо, а где местные телеграм-каналы? Почему местные телеграм-каналы не проявят институты? Опять же, ну а мы строим с вами что? Нужно понимать, мы строим гражданское общество. То есть мы хотим, чтобы люди активнее как-то реагировали на проблемы своего региона, своего города, своего района, чтобы они не оставались равнодушными. Но если люди будут выходить по указке из Москвы, то ну что это такое? По указке из Москвы выходят ОМОНовцы. Все-таки гражданское общество работает немножко не так. Это набор горизонтальных связей. И московские активисты, и просто блогеры, которые имеют крупный информационный ресурс, всегда стараются поддержать по возможности какую-то местную инициативу. Но не могу же я, допустим, сидя в Москве, сказать, куда активистам из Воронежа, в какой день и в какое место выходить. Это все-таки верующие решения с самим активистом в Воронеже. И ее постит. Слава богу, что информация по Воронежу, она правильная. По Иркутску неправильная. У вас Иркутск все время выходит в 16.00, а исключение делают в 14.00. В 16.00 проводят акции коммунистов, связанные со своими выборами, там, губернатора. Ну, понятно, что проблемы координации есть. Но я это вижу, наверное, как-то следующим образом. Что одному из редакторов Телеграм-канала пишет какой-нибудь человек, что вот вы знаете, там в 16.00 в Иркутске пройдет акция. Человек живет там в Москве или в Санкт-Петербурге. У него нет возможности проверить, у него нет знакомых в Иркутске. Ему написали эту информацию, ну, он поблагодарил и ее разместил. А потом окажется, что... Он ее не разместил, он ее скомпоновал с другой информацией и выложил в пятницу. Вот с понедельника надо писать, люди, как у вас прошла эта акция, когда у вас будет встреча. Я это делаю в ВКонтакте, у меня не получается. У меня не получается. У вас не получается, но так и у других как не получается. Ну, так у вас Телеграм-каналы по 2000 подписчиков, по 3000 подписчиков. В меру своих возможностей. То есть, ну, нельзя говорить, что мы ничего не делаем, кто-то еще там ничего не делает.